Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Детская программа. Тут, знаете, и взрослые, и даже очень взрослые люди узнают для себя много нового и интересного. И открывают даже, бывает, рот от удивления. Ну, конечно же, я сегодня со своими юными соведущими, они представятся самостоятельно. Потому что люди взрослые уже умелые. Пожалуйста. Всем привет. Я Федор Рычков. Я желаю всем доброго утра. Доброго утра. Здорово. И еще одна моя соведущая. Сегодня у нее дебют. Я желаю ей удачного дебюта, соответственно. Вот она сейчас улыбается очаровательно. Она сейчас представится. Пожалуйста. Меня зовут Лиза Дрогова. Всем привет. Всем привет. Лиза, сколько тебе лет? Расскажи себе по-подробнее. Мне 9 лет. Где ты учишься? Я учусь в школе номер 10. А как учишься? На какие оценки? На четверки-пятерки. То есть замечательно у тебя все идет. А какой предмет больше всего нравится? Ну, физкультура. Физкультура? Да. А ты профессионально занимаешься спортом или что? Да. А чем? Можно поподробнее, чтобы слушатели узнали от тебя побольше? Художественной гимнастикой. О, это очень красивый и очень такой девчачий вид спорта считается. А давно ты занимаешься? Ну, 3-4 года. Ага. И, видимо, какие-то успехи у тебя есть. Опыт участия в соревнованиях, возможно, в турнирах. Угу. Да? Да. Похвастайся. Что выигрывала? Ну, медали, кубки. Это все в рамках городских каких-то соревнований или куда-то ездила за пределами? Нет, я ездила в Вологду, в Саранск и много в другие города. Слушай, ну, я так понимаю, что если ты будешь заниматься этим и дальше, уделять этому много времени, то тебя вполне возможно ждет успешная спортивная карьера. И, возможно, мы тебя однажды увидим в составе российско-олимпийской сборной. Ну, да. Ты хотела бы поехать на Олимпиаду? Да. Да. Отлично. Ну, сегодня у нас, надо сказать, совершенно другая тема. Я имею в виду не спортивная. Так получилось, что предыдущая и предпредыдущая открывашка, они связаны между собой. В прошлой программе открывашка у нас в гостях был профессиональный строитель, руководитель строительной фирмы Маяковская. И он рассказывал о том, как у нас в настоящее время строятся дома, из чего они состоят. А сегодня мы решили посвятить нашу программу тем домам, которые построены были в нашем городе очень-очень много лет назад. Сто и более лет назад. И поводом, собственно, для этой программы еще стала презентация в нашем эфире книги под названием «Азбука города» вместе с архитектором Иваном Аполлонычем Чарушиным. Автор этой книги Светлана Бушмелева. Собственно, вышла эта книжка в издательстве, в нашем кировском издательстве в 2017 году. Называется издательство «О краткое». И, о чудо, Лиза сегодня вместе с папой у нас находится в студии. Это Евгений Дрогов, директор, собственно, издательства «О краткое». Доброе утро. Доброе утро, да. Вот я сейчас держу эту замечательную книжку в своих руках. «Азбука города» вместе с архитектором Чарушиным. Вступительное слово такое замечательное. Если вам интересно, что значит слово «город», как он развивается и для чего в городе нужны архитекторы, то нам с вами по пути. Вместе с замечательным вятским архитектором Иваном Чарушиным мы попробуем разобраться, что это за особый язык, язык архитектуры. В наше необычное путешествие мы отправимся на волшебном велосипеде. Он поможет нам не заблудиться на старинных улочках Вятки, найти центр современного Кирова и даже добраться до столицы, до Москвы и Санкт-Петербурга. «Азбука – это только начало. Мы надеемся, что, прочитав эту книгу, вы захотите узнать больше и продолжите знакомство с городом». Вот такое многообещающее вступление. И еще хочу одного нашего гостя представить. Это архитектор Евгений Рупасов. Евгений Геннадьевич, доброе утро. Доброе. Спасибо, что заглянули. Мы с вами будем говорить сегодня о архитектуре Вятки. Так, ввожу вас в курс дела. Но перед этим я все-таки попрошу ребят рассказать о каком-то историческом здании, которое больше всего нравится, привлекает прям ваш взгляд и что вы о нем знаете. Давай, Лиза, ты продолжи, собственно. Какое здание тебе больше всего нравится в нашем городе? Мне нравится больше всего особняк Булучева. Это все? Да. Ну, краткая справочка. Надо только уточнить для тех ребят, взрослых, возможно, кто не знает, где находится особняк Булучева. Это улица Ленина, 96. Все верно. И, собственно, это здание прекрасно видно, когда проезжаешь или проходишь рядышком. Спасибо большое, Лиза. Сейчас Федя поделится своей историей. Что тебе больше всего нравится? Самое любимое здание у меня лично в Кирове, которое меня больше всего заинтересовало, это Александровский костел. Он был построен в 1903 году, точнее достроен. В общей сложности он, можно сказать, строился 11 лет. Потому что в 1892 году польские католики пришли и попросили у Анисина, в 1892 году он был губернатором в Яцке. Они попросили у него монастырь католический, назвали его Александровский костел. Потом так получилось, что у них не было материалов, потом у них так получилось, что не было денег. Они собирали два года помилования. И уже в 1903 году за него взялся Иван Аполлонович Чарушин, и он был достроен. И все получилось, собственно. Ну и тоже уточню географически. Александровский костел у нас находится на улице Дерии, Недяева в настоящее время, рядом с пересечением с улицы Герцена. Да, 46. Ну я думаю, что все знают это самое место. Я сейчас сразу же предлагаю задать вопрос нашим слушателям 211-101, я помню, что открывашка это еще и викторина. 211-101, сейчас Лиза Дрокова задаст вопрос, после чего подробно Федя Рычков озвучит те призы, которые у нас сегодня есть. Давай, Лиза, задавай. Мои вопросы, дорогие... Один, один, пока, пока один. Мой один вопрос. Первый. Как называется чертеж будущего здания, который готовит архитектор? Как называется чертеж будущего здания? Вопросы у нас сегодня, так забегая вперед, я скажу, что будут не слишком сложные. И, кстати, мы вопросы сегодня, да, в основном все взяли как раз-таки из книжки замечательной «Азбука города» вместе с архитектором Иваном Чарушиным. Ну а теперь, Федя, озвучивай вопрос. Я хочу озвучить тоже свой вопрос и мой вопрос. Фамилия архитектора, построившего в нашем городе... Не-не-не, подожди, не вопрос, верди, да, те призы, которые у нас есть. Из книг у нас есть энциклопедия «Рыцари и замки» для читателей от 6 лет. Очень интересная книга для тех, кто хочет узнать, что такое Геральдика и рыцари. Энциклопедия «Цивилизация древнего мира» для ребят от 6 лет. Там рассказывается про древний мир. Энциклопедия «Почему и потому» 6+. Там собрано более 300 самых задаваемых вопросов детьми. Я сейчас держу эту книжку в руках. Она такого замечательного желтого цвета. Да. Такая объемная и очень красочная. Яков Перельман. Занимательная астрономия для читателей от 12 лет. Понравится тем, кто хочет узнать, что такое в космос и вообще, что там находится. Пятый. Евгений Гоглоев. «Зерцалия. Пантеон. 12+.» Очень интересная книга. Можно сказать, даже фантастика. Там рассказывается про то, как девочка встретила своего отца. Светлана Бушмелева. А до этого она не встречалась? Она потеряла. А, потеряла своего папу. Хорошо. Светлана Бушмелева «Азбука города». 6+. Очень интересная книга про вятку. Да, в первую очередь мы будем сегодня рекомендовать эту самую книжку. Что, есть уже звонок, да? Есть. Так, уважаемые ребята, уважаемые слушатели, давайте возьмем за правило. Вот вы нам звоните и сразу же, когда вы выходите в эфир, говорите, как вас зовут, сколько вам лет, где вы учитесь или еще не учитесь. Вот, раз Лиза у нас задавала вопрос, тебе, Лиза, и, возможно, сейчас пообщаться со слушателем. Говори привет. Привет. Здравствуйте. Ну, говори сразу, как тебя зовут, где ты учишься? Меня зовут Михаил, я учусь в 14-й школе в 4-м А-классе. Замечательно. Одно не знаем, сколько тебе лет? 10. 10 лет. Хорошо учишься? Хорошо учишься? Не очень. Не очень. Но мы тебе все-таки желаем подтянуться, собственно, по учебе, потому что это очень-очень важно. Лиза, напоминай вопрос. Как называется чертеж будущего здания, который готовит архитектор? Проект? Да. Это проект. Поаплодируем, Миша. Ура! Миш, ты первый раз участвуешь у нас в открывашке? Уже 11-й. 11-й раз. Ты прям счет ведешь, где-то там зарубочки делаешь. Хорошо. Говори, что тебе хочется получить в качестве приза? Астрономию. Астрономию? Есть у нас, Федя, астрономия? Да, занимательная астрономия. Занимательная астрономия. Все, договорились. Отличного тебе утра, отличного дня. Николай, пожалуйста, трубку, пообщайся с нашей помощницей, она тебе объяснит, где можно будет забрать эту самую книгу. Раз уж мы начали говорить про азбуку города вместе с архитектором Чарушиным, я все-таки хочу предоставить возможность директору издательства «Укратко» Евгению Другову рассказать немножко об этом издании. А потом уже мы с Евгением Рубсовым будем говорить об архитектуре. Идея такой книги пришла голову автору Светлане Бушмелевой. Мы подали заявку на федеральный грант, который проводит у нас Федеральное агентство по печати массовым коммуникациям, и, собственно говоря, получили его на издание этой книги. Ну, достаточно долго книга готовилась, здесь много иллюстративного материала, много специально созданных для книги иллюстраций художником Татьяной Коршуновым. И книга состоит, собственно говоря, из статей по алфавиту расположенных, которые раскрывают суть профессии архитектор, рассказывают о Иване Павловиче Чарушине, и его семье, рассказывают о элементах архитектуры, о городской среде, много заданий можно выполнить, изучая те или иные статьи. Ну, и через всю книгу «Веселый велосипед» и велосипедисты, о которых Владимир процитировал вначале, они эту книгу сопровождают. Мы даже иногда спрашиваем наших читателей, сколько велосипедов встречается в книге. Замечательно. Ну, давайте я для примера, да, действительно, тут в луфавитном порядке, например, рассказывается доступно и понятно, что такое балкон, что такое балюстрада, это специальная тоже такая штука, что такое дверь, декор, что такое дом, на букву К, что такое кабинет, что такое кирпич. Федя, Лиза, ну это знаете, что такое кирпич? Да. Вам не надо объяснять. Что такое макет, что такое площадь, что такое пилястра. Вообще, сфера архитектуры, она такая очень замечательная, там очень много специфических всевозможных терминов, и понимая это, осознаешь, насколько важна, насколько интересна профессия архитектора. Я приветствую еще одну нашу гостью, это тоже архитектор Лина Геппулова. Лина Геннадьевна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, да. Евгений Рупасов, напомню еще раз, наш гость, тоже архитектор. Итак, мы переносимся сейчас на сто или даже более лет назад и будем говорить о том, как строились здания вот в то время как раз-таки в нашем городе. Скажите, пожалуйста, в чем особенность, в чем основные различия от современного строительства? Ну, есть и различия, есть и то, что нас объединяет сегодняшних архитекторов и архитекторов, которые были сто лет назад. Сто лет назад это всего лишь было начало 20 века. А если еще 200 лет назад или там 150 лет назад, то тоже как бы хотелось бы даже начать, знаете, когда началась практически застраиваться территория нашего города в начале 19 века, вот очень было характерно, застройка велась по образцовым проектам, которые были разработаны как раз в классическом стиле. Таких зданий осталось немного. Что есть классический стиль? Сразу же хотели бы спросить. Что есть классический стиль? Федя, Лиза, закономерен вопрос, да, классический стиль, да? Мне очень интересно, я такого не знаю. Лин, я помогу, да? Да, Линд, помогайте. Классицизм идет от древнегреческой классики. И в 17 веке, в 16-17 в эпоху Возрождения он получил развитие в Европе, как бы возвращение к истокам архитектуры. Ну, классика это как бы апофеоз архитектуры считается, с моей точки зрения, до эпохи модерна. И на основе традиций классицизма, основных законов, классики, эпохи классики древнегреческой появился классицизм, потом он перебрался в Россию. И потом появились образцовые проекты в эпоху Николая I, по которым мы застраивались наши города, ну, условно говоря, от, так сказать, от Польши до Камчанка. А мы можем привести исторические здания, как раз-таки выполненные в стиле классицизма, вот у нас в городе? Дом Жмакиной. Вот сейчас приведем пример и будем задавать следующий вопрос. В первую очередь дом Жмакиной на улице Дрилевского, который ошибочно называют дом Витберга. Это дом чиновницы Жмакиной, который был построен в 1812 году. Лиза Федя, знаете, да, где находится? Ну, дом Витберга. Ну, наверняка, да, дом Витберга. Ошибочка Евгения Геннадьевского. Он больше известен, да, как дом Витберга. Дом служителей Спасского собора, который находится на углу улиц Энгельса и Большевиков сейчас, Казанская. Если ехать из центра, с левой стороны прямо угловое здание с таким дорическим портиком, двухэтажное с мезонином. Ну, вот в качестве пары примеров. Можно еще назвать. Есть еще, конечно, их немало, в общем-то. Федя, задавай следующий вопрос нам, что мы будем продолжать. Я хотел задать другой вопрос. Да. Фамилия архитектора, построившего в нашем городе и области более 500 зданий. Назовите, пожалуйста, фамилию архитектора, который построил более пяти сотен зданий в нашем городе и регионе. Еще бы я хотел рассказать про приглашение, которое у нас есть. А, мы не озвучили? Да. И вопрос еще раз повторим. Фамилия архитектора, построившего в нашем городе и области более 500 зданий. Ребята, я подскажу, фамилия этого архитектора мы здесь уже неоднократно упоминали. Есть, да, у нас ответ? Давай, Федя, привет. 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 Как тебя зовут? Настя. Очень хорошо. А где ты учишься? Сколько тебе лет? Я учусь в АПГ в шестом классе. Давно слушаешь нашу программу? Достаточно давно. Хорошо. Я повторю вопрос. Фамилия архитектора, построившего в нашем городе и области более 500 зданий. Мы слушаем твои ответы. Иван Аполлонович Чарушин. Пока молодец. Ура! Мы же не зря начали с презентации книжки «Азбука города» вместе с архитектором Чарушиным. Да. Что ты хочешь получить? Приглашение. Куда? В кинотеатр «Дружба». Кинотеатр «Дружба». Всё, отлично. Не клади, пожалуйста, трубку. Общайся с нашей помощницей. Она тебе объяснит, куда нужно будет прийти за тем, чтобы эти билеты забрать. Итак, классицизм. Да? Как одно из самых ярких таких архитектурных проявлений в нашем городе. Что ещё? Что дальше? Ну, вот характерно для классицизма это симметричная композиция, использование каких-то декоративных элементов, которые использовались как раз вот в Древней Греции. То есть такие, как колонна, пилястра, полуколонна, различные сложные карнизы. Ничего не хочется спросить? Хотите спросить? Уточнить. Балясина, которая как раз вот мы имеем здесь вот в книжечке. То есть это азбука архитектуры. То есть те декоративные элементы, как раз которые, в принципе, использовал Иван Аполлонович. Но Иван Аполлонович ещё опирался как раз на древнерусские, вернее, элементы декора древнерусской архитектуры. То есть он как бы смешивал. Это характерно было как раз вот для периода конца 19-го, начала 20-го века, когда было смешение стилей. И этот стиль называется эклектика. Кто-то это воспринимает как некий такой негативный смысл. Эклектика, это в буквальном переводе, это смешение. Это смешение, да. В принципе, на стыке стилей как раз было некое смешение и перехода одного стиля в другое. Просто эклектичное сделанное здание можно сделать гармонично, а можно сделать негармонично. Вот что мы как раз видим в домах Ивана Аполлоновича, что это смешение стилей. Оно как раз происходило очень гармонично. То есть мастер чувствует пропорцию, деталь. Он много реконструировал церквей по нашей области. Вот как раз Евгений занимается изучением вот этого наследия. Евгений Геннадьевич Рукасов. Да, да, да. И он может очень хорошо сказать, как этот синтез происходил, в каких конкретно зданиях участвовал. Сейчас Евгений Геннадьевич обязательно расскажет. Вот Федя желает задать уже вопрос. Но я все-таки предлагаю продолжить задавать вопросы нашим слушателям. Лиз, давай, задавай. Как называется опора любого здания? Ну, все очень понятно, все очень просто. Или можно перефразировать, на чем стоит любое здание. Да? Что в его основе? 211-101. Звоните, ребят. Федя, ты хочешь спросить? Да. Нашим гостям задать вопрос. Да, поскольку я учусь, и у меня есть такой уже предмет, как искусство, мы разговаривали тоже про архитектуру Древней Греции. И там позиционируется, можно сказать, балкон. Это считается тоже классицизмом? То есть балкон же пришел из Древней Греции. Такой элемент здания, как балкон. Я думаю, что балкон, ведь что такое балкон? Это некий консольный выступ в стене. В принципе, порой балкон называют, который стоит на опоре. У нас называется это терраса. Или в Европе порой патио называется. Как еще раз? Патио. Патио. Ну, некое открытое пространство, которое может быть и на фундаменте, может быть и на земле. То есть когда издание выходит на улицу, это слово пришло к нам совсем недавно. Мы его не использовали раньше в архитектуре. Теперь же приходят к нам заказчики и говорят, вот мне дом с патио. Это как бы модное такое слово. Хочу дом с патио. А это как-то переводится, это слово? Это практически у нас, может быть, аналог это терраса. То есть некое открытое пространство, площадка для отдыха, в общем-то. Прошу прощения, сейчас будет у нас ответ на вопрос. Я напоминаю, ребята, уважаемые слушатели, когда вы выходите в эфир, когда мы говорим вам привет, вы сразу говорите, как вас зовут, сколько вам лет, где вы учитесь. Хорошо? Лиз, давай. Привет. Здравствуйте. Меня зовут Алина. Мне 8 лет. Я учусь в 22-й школе. Да, а в каком-то классе, скажи, пожалуйста. Я учусь в 2-м классе. Хорошо. Так. Ну и ответ соответственно, да? Угу. Как называется опора любого здания? Фундамент. Да. Ура! Давай мы тебе тоже поаплодируем. Ура! Молодец. Да. Хоть у нас сегодня несложные вопросы, но мы все-таки аплодируем. Тем самым хотим и тебе какой-то заряд положительных эмоций еще подарить. И самим тоже подзарядиться. Что ты хочешь получить за свой вопрос, за свой ответ? Я хочу кот-кафе Зуки. Кот-кафе Зуки. Отлично. Не клади, пожалуйста, трубку. У нас есть помощница. Сейчас она тебе расскажет, куда нужно будет прийти, чтобы забрать это приглашение. Евгений Геннадьевич, продолжаем. Вы как собиратель, собственно. Я какую мысль. Исследователь. Какую мысль я должен проломать. Мы еще на классицизме. На классицизме? Да. Но уже больше в эклектику. В эклектику. После войны 1812 года в российском обществе стали сильны очень, так сказать, национальные настроения, интерес к прошлому России, к древней архитектуре средневековой. И даже был издан специальный указ Николая II в 1928 году собрать образцы древних русских храмов. Их собирали полтора года. Семь лет, вернее, несмотря на самые жесткие указания. Патриархи Сенат собирал. И тогда появился русско-византийский стиль. По проекту архитектора Тона был построен первый храм в этом стиле под Санкт-Петербургом. Кстати, любопытно, по этим же чертежам Тон продал его яранским купцам. И по этим чертежам выстроен Тройский собор в Яранске. Причем в советское время Екатеринскую церковь снесли под Петербургом. И оставался единственный собор, выстроенный первый собор в русско-византийском стиле, это в Яранске. По образцу этого первого собора был спроектирован храм Христа Спасителя в Москве. После того, как Витберга сослали в Вятку с его проектом на Воробьевых горах, там заложили новый храм Христа Спасителя, который был построен по проекту Тона. Строился он 56 лет. Лиза, Федя, вы слышали когда-нибудь об этом? Нет. Вот, запоминаете. Очень интересно. И далее, как и в Европе. В Европе в это время умирал стиль ампир, который стал очень популярен при Наполеоне. У нас шел к закату классицизм, потому что его стали называть казарменным классицизмом. Как известно, Николай I был таким серьезным императором. Отсюда и образцовая проект. Но это почти как... И прозвище у него было Павлкин. Да, да, да. Это как почти наши типовые пятиаташки от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. И более того, все это управлялось из Санкт-Петербурга. Было централизованное управление архитектурой и строительством. С приходом Александра II это все передали на уровень регионов. И это просто совпало, вот эти вот течения и настроения в Европе и в России, когда архитекторы начали искать, ну, просто ампир, классицизм в разных его вариантах начали заходить в тупик. И общество искало, в том числе архитекторы, художники, ну, вспомните, так сказать, художников того периода, там, театр, поэзию, литературу, там, и так далее. Начали искать выходы, уходя от академических форм жестких. Каким, собственно говоря, во что вылился классицизм. Появилась эпоха эклектики. Так сказать, вот, скажем, вообще, по большому счету это не только в Европе или в Азии, это и захлестнуло Азию, в том числе и Северную Америку, Южную Америку. Это был период, который, в архитектуре, который охватил весь мир. Чем характерна эклектика? В эклектике использовали самые разные исторические стили. Иногда происходило смешение. Иногда брали то, что называется в чистую, так сказать, заобразец что-то из эпохи Ренессанса, например. Или из эпохи, ну, Ренессанса, это вот, к примеру, ну, возьмем, это Банк внешней торговли, сейчас Госбанк Мандрилевского. Это тоже проект Чарушина, значит, он выполнен в таком древнегреческом стиле, но уже, так сказать, в транскрипции эпохи Ренессанса. Рядом стоит Банк Веретенникова, бывший дом офицера. Это в стиле неогрек. 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 Любопытно что-то. Ну, вот, обратите внимание потом на его декор. А, скажем, Серафимовская церковь, это называется неоромантический стиль или неорусский стиль. Иван Иппомонович вообще, он блестяще знал историю архитектуры. Скажем, что такое дом Булычева? Это неоготика, к примеру. Неоготика? Неоготика. Что такое костел, о котором сегодня говорили? Вообще, строго говоря, это неороманский стиль в сочетании с готическими элементами. Опять же, эклектика. Да, эклектика. Ну, чистого, в чистую, конечно, стилевые особенности не использовали, потому что это было бы просто смешно. Люди просто искали новые. И в том числе в русском национальном стиле, в традициях русской национальной архитектуры. Есть великолепные, очень хорошие церкви. Их в советское время так немножко пренебрежительно называли псевдорусские. Ну, я считаю, это, так сказать, новое изложение русских национальных традиций в архитектуре. И я для себя их определяю как неорусский стиль. Это, скажем, церковь по проектам Чарушина в селе Русское и в селе Трехречи. Замечательные небольшие храмы, очень уютные, очень выдержанные. Вот, собственно говоря, чем интересен. И в основном вот Петербург, он признан, как бы, так сказать, мировым достоянием и находится под охраной ЮНЕСКО. Он застраивался как раз во второй половине XIX века как бы единовременно. И он тогда сложился очень целостно. Вятка тоже в значительной степени застраивалась в этот период времени. И этот стиль, эта эпоха интересна разнообразием, архитектурным разнообразием стилей. По декору, по приемам, по использованию различных строительных материалов. Скажем, вот тот же белый камень, в большом количестве появились кованые детали, козырьки, балконы, решетки, ворота и так далее. Я прошу прощения, мы продолжим разговор про вятскую архитектуру столетней, более чем столетней давности. Просто у нас подошло время небольшой музыкальной паузы. Перед тем, как мы поставим композицию отца Александра Балыбердина, как раз-таки про вятку, я хочу, чтобы Федя задал еще один вопрос нашему слушателю. Хорошо. Еще вопрос. Как называется сооружение, которое создают скульпторы и архитекторы в памяти о человеке или событии? Все. 211-101. Ждем вашего звонка. Ну, а теперь музыка. Улыбается волк на сирене, Холодком тянет весь за реки. Пароходы скользят по воде, Сонным пристаням дарят гудки. Город Вятка, тринадцатый год, Май десятые, восемь утра. Боже, как это было давно, А как будто все было вчера. Набирает черегуха цвет, Кружит голову запах мельной. Город Вятка, тринадцатый год, Май десятые, восемь утра. Боже, как это было давно, А как будто все было вчера. Город Вятка, тринадцатый год, Май десятые, восемь утра. Боже, как это было давно, А как будто все было вчера. Отголоском Николина дня Льется окрест, малиновый слон. По врагам и по пустырям, В каждый сад, каждый двор, каждый дом. Город Вятка, тринадцатый год, Май десятые, восемь утра. Боже, как это было давно, А как будто все было вчера. Город Вятка, тринадцатый год, А как будто все было вчера. Здорово, у нас есть очередной желающий, ответь на вопрос. Не забывай, сразу представляйся, сколько лет, где учишься. Здравствуйте, меня зовут Витя, мне девять лет, я учусь в семидесятой школе. Молодец, ну и ответ на вопрос, соответственно. Скульптура и памятник. Молодец, это правильный ответ, памятник. Какой приз ты хочешь? Масленный заповедник сказок. Хорошо, не отключайся сейчас, ты свяжешься с нашим редактором, и он тебе все объяснит. Отлично, мы тебе тоже поаплодируем, пожелаем тебе доброго утра, хорошего дня. Да, ну а напоминаю, что наши гости-архитекторы, Евгений Рупсов и Алина Геполова. Давайте поподробнее мы все-таки поговорим про этот особняк-то Балучева на Ленин 96. В чем его прелесть? Ведь для своего времени он был таким прорывом. Да, это вообще жемчужина постройки. Я думаю, что даже она сейчас, когда люди к нему подходят, вызывает очень большой интерес и такие положительные эмоции. И это не просто так, потому что, во-первых, он очень выделяется на фоне современной постройки. Во-вторых, он гармонично запроектирован. Что же это за здание? То есть стиль мы уже определили, да, это некое возвращение к историческому стилю готики, притом с элементами такой восточной архитектуры. Это тоже характерно было для того времени. Вот немножко как бы отступлю. Вот когда, в принципе, начинает формироваться уже какое-то направление, то выделяется в определенный стиль с определенным названием. И название какого-то стиля еще определяют искусствоведы. Искусствоведов много в нашем мире, и, в принципе, одно и то же направление порой называется по-разному. Вот некоторые из искусствоведов относят вот такое возвращение, как бы ретро-возвращение к историческому стилю, одного из направлений модерна. Кто-то его относит прямо вот... То есть есть в литературе профессионально, например, вот это же нео-готика или нео-русский стиль, как направление модерна. Кто-то называет, выделяет в отдельный стиль, кто-то выделяет в эклектичный стиль. Слушаю. Я хотел спросить, а вот чем отличается нео-готика от готики? Чисто историзмом. То есть в какое время это происходит? Если готика характерна для средних веков, то всё, что нео, это повторение характерных черт в другое время. Поэтому, когда произошло возвращение, вернее, был интерес к возвращению в новом времени, естественно, чем-то отличается. Чем отличается? Естественно, насыщением каким-то техническим, потому что архитектура всегда завязана с экономическим развитием общества. всегда, значит, естественно, отражается ещё и тот заказчик, собственник, который это делает, тот мастер, который это проектирует, те технологии, которые в настоящее время есть. То есть это была эпоха технического взрыва такого. То есть, если бы, например, сейчас бы готика вдруг стала популярной, она бы называлась нео-нео-готика. Ну, может быть, там что-то... Такое есть возвращение. И, в принципе, кто-то ведь хочет, например, вот сейчас захотел бы сделать, он, естественно, насытил бы чем-то ещё и привнёс какие-то характерные черты нашего времени. Что мы видим вот в этом здании? Мы видим здание гораздо более технически насыщенное, там были лифты, там была... То есть это новинка была для того времени, да? Абсолютная для нашего города. Вообще, это было самое современное здание в нашем городе, в Вятке. Оно было сделано, потому что сам Булычёв, он был очень прогрессивным человеком, очень грамотным, с высокой степенью образованности. И он привнёс туда отопление, по-моему, там немецкая была фирма какая-то, я, к сожалению, не помню название. То есть там было централизованное отопление, там были лифты, там была канализация централизованная. Расписывал здание Евгений Геннадьевич. Грузинский художник, вот я не помню имя. Я, к сожалению, вот вспоминаю, тоже не могу. Вот у меня немножко проблема с названиями, но вообще это очень такое... Какой там синтез, вот этот вот восточный колорит, он продолжался ещё и внутри. И вот это смешение готики и восточной росписи, такой вязи, шикарный, при том там золотисто-изумрудных, бордовых тонах. Я не посчастливилась туда заходить, правда, не во все помещения. Это поражает до сих пор, и, слава богу, это всё сохранилось. В большинстве вот в холле для готики... То есть ведомство, которое там располагается, оно бережно к этому относится. Да, и это спасибо, что... Слава богу, что так получилось. Может быть, какие-то там помещения не так сохранились, но вот именно презентационная вот эта часть, холлы, коридоры, какие-то залы, они сохранились. Поэтому, когда заходишь, это поражает. И, в общем-то, вот ещё, кстати, хотела добавить, немножко отвлекаясь, как раз вот эпоха конца XIX века, начала XX века, это тоже стали богатеть купцы. И купцы хотели выделиться на фоне остальных. И они уже, как говорится, получили такое довольно высокое экономическое образование, были просвещены, они знали о стилях, и они хотели как раз привнести очень много на родную землю. И благодаря им появились вот такие разные здания в разных городах. Это очень характерно для Нижнего Новгорода. Там вот целая набережная и центральные улицы построены в разных как раз неостилях. Это как бы и западные, и фахверкные, такие, и готические. Вы были в Федер-Лизе? Да, я был. Вот когда приезжаешь, очень удивляешься вот этой разности архитектуры. Это всё было построено в конце XIX, начале XX века. У нас, к сожалению, этих зданий не так много, но вот как раз эта жемчужинка здания Булычёва, она как раз вот нас возвращает в эту эпоху. И, конечно, жаль, что мы туда не можем вот так вот свободно заходить. Но, по крайней мере, мы видим снаружи, это здание есть, и это очень хорошо. Но всё равно, да, хотелось бы, собственно, интерьер, да, увидеть своими глазами. Следующий вопрос я Лизе Дроговой предлагаю задать нашим слушателям. 211-101, внимание, ребята. Итак. Как называется лицо здания? Как называется лицо здания? Вот когда мы стоим перед зданием, смотрим на него, а что мы видим? Что это такое у здания, да? 211-101, вы звоните. Федя, у тебя вопросы, возможно, есть нашим гостям? Честно говоря, нет. Так всего много, и так всё интересно, да? А можно ещё поподробнее всё-таки рассказать о том, как были внутренние коммуникации тех домов устроены? Тех домов это раньше? Да, раньше, да. Там процентрализованная канализация, что Тихона Филипповича Булычева сейчас сказали, да. Вот смотрите, значит, как раз конец опять 19 века, это вот, то есть это паровые какие-то машины и паровые котлы. То есть мы водяное отопление, которое появилось вот сейчас, вернее, которое имеется сейчас, оно идёт как раз от конца 19 века. То есть есть какое-то помещение с отопительным прибором, где есть, например, теплоноситель, вода. То есть вода нагревается за счёт горения какого-то материала, угля или дров. У Булычева, по-моему, как раз использовался уголь, и вода, нагретая вода, из-за своей специфики, что тёплая вода, она, как говорится, поднимается кверху, это произведился расчёт теплотехнической системы, теплотехнической системы. Этим тоже архитектор занимался? Вы знаете, да. Или инженеры всё-таки? Вот в то время архитектор как раз занимался многими инженерными коммуникациями. Сейчас тоже, допустим, некоторые архитекторы, которые руководят архитектурными мастерскими, в это дело входят. Тоже вникать надо. Тоже вникать надо. Но сейчас, конечно, зданий гораздо больше, и произошло разделение функций. Сейчас занимается этим инженер теплотехники. Это специфические расчёты идут. Конечно, меняются сейчас различные приборы, но вот это техническое оснащение того времени, оно было на высоком уровне. Характерным было ещё такое отопление, притом, когда отопительные приборы стояли, например, где-то в подвале, и за счёт тёплого воздуха происходило нагревание. Тёплый воздух уже, естественно, поднимается. Да, и он, естественно, поднимается за счёт конвекции, и отапливает все помещения. Притом, такое отопление было характерно и для древнерусских храмов, для древнерусских палат. Вот так называемое колориферное отопление, когда в подвальной части ставились печи, а в стенах и в полу были проложены каналы и шахты. И, кстати говоря, подавляющее большинство церквей, например, в Ядской губернии, ну, есть, вот Фёдор, наверное, знает, есть, делится холодная летняя церковь, да, основной храм, и так называемая тёплая церковь. Так вот, подавляющее большинство тёплых церквей, они как раз за счёт таких колориферных систем отапливались. Иногда и холодные храмы. И это было в гражданском строительстве в том числе. Мне хочется, Евгения Геннадьевича, ещё очень спросить о том, какие материалы использовались для строительства домов, да, и где они брались. Ну, я обязательно спрошу, но после того, как мы примем звонок, Лиза, ты задавала вопрос, тебе общаться со нашим слушателем. Не забывай, пожалуйста, сразу представиться, сколько лет, где учишься? Привет. Здравствуйте. Как зовут, сколько лет? Софья. Настя. Софья. А, Софья. Сколько лет? Пять. Пять. В школу ты ещё не ходишь. Да. Ты ещё малышка, в детском садике. Да. Я же, чтобы вот тут не бабушка. Значит, сначала нужно ответить на вопрос, Соня. Повтори, пожалуйста. Хорошо, да. Да. Как называется лицо здания? Давай. Фасад. Фасад, конечно. Молодец. Молодец. Пять лет человек знает уже, что лицо здания, это не что я знаю, как фасад. Да. Что ты хочешь получить? А она уже сказала. Батутный парк. Батутный парк. У нас ещё его не взяли, батутный парк? Нет. Нет. Всё отлично. Соня, не клади, пожалуйста, трубку с нашей помощницей, с нашим редактором. Пообщайся. Как приятно, что нас слушают. Заинтересован. Я опять не знаю. Не зря живём. Не зря живём. Итак, что за материалы использовались? На ветке и вообще в лесных территориях Российской империи, Руси древней, средневековой, Российской империи, конечно, столетиями использовался лес. Дерево, и на сегодняшний день вообще признано, что дерево – это наиболее благоприятный для человеческого жилища материал, но у него есть некоторые недостатки. Дерево, как известно, не так долговечно, но самое неприятное подвержено возгоранию. Поэтому в своё время на Руси, пока, так сказать, в XIV веке не появился кирпич, строили из белого камня, например, в Киеве, в Москве, во Владимире. Затем с появлением распространения кирпича… То есть были месторождения, соответственно, и прямо его оттуда возили. Да, пилили на блоки и строили. С появлением кирпича кирпич стал заменять белый камень и дерево. В Вятке он появился, когда приехали первые мастера каменных дел по приглашению епископа Ионы Баранова и построили в 1683 году кафедральный собор. Он не сохранился, его в XVIII веке разобрали, построили новый. Значит, резиденцию настоятеля епископа – это бывший дворец пионеров, сейчас на Московской 2, по-моему, это здание. А третий – сохранившийся собор Успенский и Трифоново монастыря, 1689 год. И очень быстро подключились наши мастера каменных дел. Я думаю, они вышли из кирпичников. Кирпич в Вятке знали. Его делали изготовлены. А наша глина? Наша глина великолепная, абсолютно. Очень много кирпичников и мастеров каменных дел, допустим, в начале XVIII века угнали на строительство Петербурга и Северодвинской крепости. Петр I в 1714 году запретил каменное строительство везде, кроме Петербурга и Северодвинской крепости. Кирпич – долговечный материал, причем действительно у нас великолепные глины. Он, так сказать, с ним очень легко работать. И наши мастера здесь разработали и, скажем так, создали удивительный стиль, который выделяется историками и архитектурой искусствоведами. Он так и называется «Вятское узорочье». Узорочье. Узорочье. Когда из кирпича, вот, наверное, Фёдор знает, и, может быть, Лиз знает, к этому стилю относится, это такой региональный стиль, скажем, Преображенская церковь Преображенского женского монастыря. Это вот рядом с Александровским садом. Трёхсвятительская церковь в Успенском монастыре. И Анна Претещенская церковь на улице Пятницкой, на углу Пятницкой Свободы, например. Ну, в значительной степени храма этого периода утрачен. Вот. Кладку осуществляли на извёстке. Извёстку гасили, как правило, 10-15 лет. Поэтому это было... Что такое гасить, поясните ребятам? Гасить. Вы знаете, что такое гасить известь? Честно говоря, нет. Когда известь закладывали в так называемые гасильные ямы, заливали водой и в течение многих лет перемешивали её. И при кладке она набирала очень большую прочность, так, что проще было разрушить кирпич, чем, так сказать, отделить его по слоям. Чем вот это извёстку. Вот это что касается... Гасить, то есть заливать водой. Да. Что касается материалов. Белый камень у нас, своё месторождение было под кукаркой, использовался в декоре зданий. Например, вот в том же доме Балучёва, там есть белокаменные детали. Тройский собор в Уржуме, ряд зданий в Нолинске и так далее. То есть, на самом деле, основные строительные материалы, это, конечно, для вятки, это лес, дерево и кирпич. Камень Бутов, ещё, может быть, белый камень для декора. Так, у нас остаётся совсем немного времени. Мы, согласно нашим планов, хотели вернуться всё-таки ещё в современность. И я бы хотел попросить своих соведущих, Лизу и Федю, потом рассказать всё-таки либо о доме своей мечты, либо о здании, объекте, который вы однажды увидели. Он вас поразил, впечатлил прям вот на сто процентов и больше. Лиз, давай начнём с тебя. Да, я мечтаю о своём доме. Он необычной формы. У него полкруглая крыша. Дом не очень большой. В нём три этажа. Этажи соединяются винтовой лестницей. На первом этаже гостиная и кухня. На втором – спальни. А моя комната под самой крышей, с прозрачным потолком, чтобы ночью можно было смотреть на звёзды. И в доме также большие стеклянные окна, балкон с большой террасой, чтобы можно было поставить большой стол и приглашать гостей. Я мечтаю, чтобы, когда я вырасту, то смогу пойти учиться на архитектора, чтобы самой составить проект своего будущего дома, где будет жить вся моя семья. Я люблю рисовать дома, склеивать из бумаги домики для кукол, а также собирать разные здания из конструкторов. А недавно с помощью 3D-ручки я смастерила домик для своего хомяка-снежинки и принесла его с собой. Вот он, этот домик. В каком это стиле он, интересно, выполнен? Вот тут вот такой вот маленький кролик, на нём такие ушки, глазки, тут хвостик, окно есть, и вот тут вот сама дверца, и тут вот написано имя моего хомяка Снежинка. Он живёт там прям? Да. А подожди, а ты принесла его дом сюда, а Снежинка там сейчас без дома, что ли? Нет, у неё очень много домов я не делала. Много домов, понятно. Спасибо тебе большое. У неё основной дом самый большой, вот такой. Я его из картона сделала. Хорошо. А этот из пластика. Давай эстафету Феде передадим. Федя, ты о чём? Я приготовил, ну, скажем так, проект, который мне понравился, он ещё не создан, но он идёт только в разработке. Даже строительство не началось. Мне понравился, можно сказать, макет и вообще идея дома для Лионеля Месси. Это игрок сборной Барселоны. А где этот дом? Он будет в Барселоне, в районе Педральбес. Это район, в котором, ну, состоятельные люди, можно сказать. Ну, такая рублёвка такая, вообще, московская. Вот. Там, можно сказать, будет терраса в виде футбольного поля. Терраса в виде футбольного поля. С одной стороны будет газон, а с другой стороны будет бассейн. То есть футбольное поле будет пополам разделено на это. Посередине будет стоять дом в виде футбольного мяча. Дом в виде мяча? Да. Трёхэтажный дом с полностью паноральными окнами. И этим будет заниматься архитектор Луис де Горида. А вы с ним друзья? С этим архитектором? Просто он тебе как-то выслал чертёж или что? Нет, нет. Или он в открытом доступе всё-таки? Да, это вот. То есть можно найти в интернете, да, ребята, если их заинтересовались, вот ищите. Вот. Это стиль модерн. И туда собирается приехать всё его семья. О, как. Терраса в виде футбольного поля, но это уже впечатляет. И приблизительно сумма, которая понадобится на создание, это 5 миллионов евро. 5 миллионов евро. Ну, пусть для господина Месси, думаю, пусть таки. Остаётся совсем немного времени. Я знаю, что у Евгения Геннадьевича есть желание прокомментировать вот это издание, да, «Азбука города» вместе с архитектором Чарушиным. Буквально полминутки у вас есть, чтобы это сделать? Да, Евгений Михайлович, ну, видимо, как издатель, он очень скромно. Евгений Михайлович Дрогов. Да, Дрогов в начале передачи. Вот я просто восхищён этой книгой. Вот мы с Линой были на презентации этой книги. Значит, она высказала те же соображения. Поэтому, я думаю, это наше общее мнение. Издания, как нам кажется, просто уникальные. Таких изданий не то что в Кировской области не было. Насколько я знаю, их не было в советское время. Их точно не было подобного рода изданий, потому что детские энциклопедии тематические тогда просто не выпускались как жанр, так сказать, в книгах. В последние годы литература для детей в России российскими издательствами, российскими авторами выпускается очень редко. Поэтому это просто удивительная, уникальная книга во всех отношениях. Это первое. Второе. Там, так сказать, вот благодаря таланту автора, художника Коршунова и Татьяны Владимировны, мы видим сочетание различных видов информации. Это и рисунки акварели, это и фотографии, архивные фотографии, современные фотографии, это и издание целиком, и детали издания, и внешний вид, и фасады. И, значит, еще какая-то другая визуальная информация. Это очень редко сочетается в одной книге. Поэтому она талантливая этим сочетанием. Вот она уникальна сама по себе, как произведение книжного искусства. И последнее, она очень добрая. Очень добрая, и очень хорошо, и очень приятно, что мы эту книгу будем разыгрывать в наших программах «Открывашка». Имейте в виду, уважаемые ребята. Ну, а сегодняшняя передача «Открывашка» завершена. Я думаю, что сегодня узнали много новых терминов, да, и, собственно, по делу, как устроены были дома. И все-таки, вот, я хочу сказать, есть ведь слово «архитектор» исконно русское... 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 Зочи. Зочи. Вот, хочу я еще это слово... От слова «здать». Создавать. Чтобы это слово тоже хочется, не забывали. Зочи. Звучит-то как, да? Красиво. Да, исконно русское слово. Спасибо большое, Евгений Рупасов, Лина Геполова, и мы, ведущие «Открывашки», Лиза Дрогова, Федя Рычков и Владимир Сметанин. Прощаемся. Пока. Всем пока. Было очень приятно. Всем пока. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка». Редактор субтитров А.Семкин